И здесь снова ничего нету, но у меня была надежда. Вау, обалдеть! Это что, пацан? Всем привет, меня зовут Маша и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я впервые буду открывать шары Лоу Супрайз, но не простые оригинальные, а поддельные. Я бы даже сказала суперподдельные, поскольку их стоимость составляла всего лишь 150 рублей за одну единицу. А это как минимум в 10 раз дешевле, чем стоят оригинальные шарики Лоу. Мне уже очень интересно посмотреть, что же нам положили в эти шары за столь низкую стоимость, поэтому давайте скорее перейдем к распаковке. Хочу показать вам, в какой коробке мне доставились эти куколки Лоу. И обратить внимание, что в отличие от многих подделок, на них написано все-таки LOL, то есть Лоу, а не L-U-L. Как на самой коробке, так и на самих шариках. Сейчас я вам тоже это покажу. Также на коробке нарисованы всякие разные куклы, различные вариации, которые видимо могут быть. И указано, что в коллекции более 45 штук. Ну а теперь давайте уже перейдем к распаковке самих куколок. Как видите, надпись идет Лоу Сурпрайз, то есть L-O-L, а не L-Q-L, повторюсь еще раз, как у многих других подделок. Также здесь имеется какой-то штрих-код, но все равно явно видно, что это какая-то лютая подделка, потому что вся упаковка найдется таким с браком. Очень плохо выглядит на самом деле. Ну что, давайте уже перейдем все-таки к распаковке. И как видим, после снятия первого слоя здесь ничего нет. Здесь нету никакой наклеечки, никакой подсказки, никакой вставки. Таким образом выглядит сам шар. То есть я так понимаю, что вся кукла полностью находится в нем. Давайте сначала откроем вот этот отсек. Пусто. Пусто здесь ничего нету, к сожалению. И все больше дополнительных отсеков я здесь не вижу. Неожиданный поворот. Смотрите, таким образом выглядит моя куколка Лол. Она уже полностью одетая. Какая-то леопардовая тигрица. Ничего не снимается, ладно. Смотрим, что здесь идет в комплекте. Нож, видимо, для самоубийства с таким-то нарядом. Расческа. Ну, что ей расчесывать, я даже не знаю, боюсь предположить, что здесь ей можно расчесать. Но очки у нее очень такие прикольные, зачетные. И еще у нас идут здесь вот такие вот стильные модные босоножечки. Давайте попробуем их ей одеть. Но нет! Нет! Эти туфельки, они не снимаются, понимаете? Они несъемные. То есть зачем мне положили вот эти модные босолапки, я даже не знаю. У нее здесь ничего не откручивается, ничего не вертится. Как бы вообще она неподвижна. Единственное, что я так вижу, что я просто могу ей голову отломать. Но я этого делать не буду. Я же не изверг. Очень странно, до сих пор не понимаю, зачем все-таки вот эти туфельки здесь. Но выглядят они довольно-таки мило. Я собрала все ее манатки, все, которые там были. И, собственно, поставила ее вот на эту вот сумочку. Переходим ко второму шару. Упаковка такая вся покореженная. Смотрите, вот прям очень аккуратно все сделано. Не, ну я как бы понимаю, что я хотела за 150 рублей. Но именно поэтому я их и купила. Мне очень было интересно, что же нам здесь такое положили. Так, открываем отсек. Здесь снова ничего нет. Как бы, ну у меня была надежда. Она такая же, ребята. Она вообще абсолютно такая же. Идентичная куколка. Так, смотрим, что нам положили вовнутрь. У нас здесь снова идет расческа. Снова идет перочинный нож для самоубийцы. Ну, блин, это реально какие-то самоубийцы. А, это, наверное, амазонки. Все, я теперь поняла, зачем здесь ножик. Потому что это амазонки. И, и, и что вот это такое? Смотрите, это не расческа. Смотрите, что это такое? Напишите ваши догадки в комментариях. Потому что как-то я не понимаю, что это. Что-то вот так делается. Нет, это не делается. Может быть, нет. Это явно как бы идет не вместе, но в одном стиле сделано. Но что это, непонятно. Расческа, правда, другого цвета. Сиреневая. В этом наборе она была розовая. Здесь она сиреневая. Ну, а кукла, она абсолютно точно такая же. Вот, просто смотрите. Ну, здесь более кривые очки. Более кривые очки и более неаккуратно сделано платье. Да, вот над этой куколкой, над первой китайцы, более как-то постарались. Более все аккуратно, что ли, здесь нарисовали. Может, здесь снимаются башмачки? Нет, они здесь тоже не снимаются. Смотрите, они ведь нам обещают. Секретное послание. Карточку со стикерами. Бутылочку для воды. Ботиночки. В этом шаре ботиночки были, но в этот шар они как бы забыли положить. Платьица. Ну, платьица у нас уже одета на куклу. И очки. Очки у нас здесь просто нарисованы. И как бы все, они не стали заморачиваться. Ну, собственно говоря, сама кукла, которая должна погружаться в воду, там, плакать, пить воду. Вы понимаете, что эта кукла ничего делать не будет абсолютно? Слава богу, что у нас здесь вообще есть за такие деньги. В общем, теперь у меня есть две амазонки. Ну что, у меня остался последний шарик Лол. Еще раз хочу его вам показать, потому что этот уже такой прям весь какой-то побитый, помятый. Видите, с этой стороны он прям сильно побитый. Ну, в общем, да, упаковка, конечно же, желает лучшего. Открываем его. Как вы думаете, здесь будет такая же куколка Лол или же какая-нибудь другая? Давайте поставьте сейчас это видео на паузу и напишите в комментариях, будет точно такая же третья амазонка у меня в коллекции, либо же нет. Мне сюда положили что-то более интересное. Честно говоря, уже самой очень интересно и не терпится посмотреть. Поэтому давайте скорее открывать. Как бы я с надеждой открываю сет, но здесь снова ничего нет. Вау, обалдеть! Это что, пацан? О, у него крутится голова, круто! Бэйби, бэйби, бэйби! Так, и здесь у меня в комплекте, смотрите, что есть. Как бы китайцы не заморачиваются, я вам так скажу. Потому что здесь идут вот такие вот башмачки. Абсолютно точно такие же, как в наборе с первой куколкой. Абсолютно точно такие же. Далее идет расческа. И снова нож. Вот знаете, мне все-таки интересно, зачем здесь идет ножик. Положили бы какую-нибудь бабочку, что ли, или бутылочку, то же самое. А, они типа бутылочку заменили на нож. Это у них новая стратегия такая. То есть, пить не будете, но резать будете. Ну, в общем, вот так вот. Интересно, кепочка снимается? Нет, кепочка не снимается. Смотрите, вот таким образом выглядит эта куколка. У нее какой-то очень косой рот, либо же у нее косые глаза. В общем, с лицом что-то здесь напутано. Это явно видно. Или мне так кажется? В общем, напишите в комментариях, напутано здесь что-то с лицом или нет. Мне кажется, какой-то это не симметрик. Где здесь рот, где глаз и рот, как далеко. Я не буду, конечно, придираться к тому, что она вся какая-то обшарпанная, покоцанная, вся вот порезанная, какая-то непонятная краска. Ну, потому что этот шар стоил всего лишь 150 рублей. И то, что здесь вообще что-то есть, это уже очень хорошо. И тут даже, ну, в принципе, выглядит неплохо. Бэйби, бэйби, оооо, так это Джастин Бибер, наверное, ребят. Они просто пересмотрели Джастина Бибера. На самом деле, ребят, мне знаете, какой вопрос больше всего интересует? Зачем пацану, либо жену девочки, которая одевается как пацан, класть в набор вот такие вот туфельки? Но они явно уже такие более гламурные, более такие девчачьи. Ну, вы меня сами понимаете. Но это вообще какая-то несостыковка в уходе. Да и вообще, зачем здесь туфельки, если у них не снимают их ни сапожочки? Или снимаются? Ну-ка, подождите. Нет, ничего здесь не снимается. Если я буду тянуть, то я их просто оторву. Обязательно напишите в комментариях, какие куколки Лол у вас есть, оригинальные, либо же нет. Может быть, что-то интересное вам попадалось в этих куклах. Обязательно пишите в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Думаю, что вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте большие пальчики вверх под эти видео. Ну, а если вы хотите, чтобы я сняла видео с оригинальной куклой Лол, или же мне кажется, что будет интереснее, где я буду сравнивать подделку и оригинал, то давайте под эти видео наберем хотя бы 3000 пальчиков вверх. Я уверена, что мы с вами сможем это сделать. И тогда я точно сниму видео, где буду сравнивать оригинальную куклу Лол и подделку. Ну, а на сегодня это все. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Оставляйте комментарии к этому видео. И, конечно же, ставьте большие пальчики вверх. Я вас очень сильно всех люблю. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока!